Всем привет! С вами Ирина Милова. В этом видео я отвечаю на вопрос, как выбирать в свою команду единомышленников. Конечно, вопрос о сотрудниках, о команде, этих вопросов, ну их очень много. А я начну с того, что на самом деле я считаю, что вот этот навык, ну вообще здесь важно начать с формирования этого навыка, да, чтобы понимать, вот люди, которые к вам приходят, действительно, они ваши единомышленники или среди них есть люди, которые вот приходят, чтобы что-то использовать, например, да, в вашу команду, в вашу компанию как ресурс, а потом с этим ресурсом пойти дальше и заниматься своими делами. Поэтому так тоже в жизни бывает, такие запросы мне приходят, со мной такого не происходило, и я вот хочу на что обратить внимание. Начала говорить про формирование вот этого навыка. С чего начинается вообще, с чего начать? Начать с количества, с количества собеседований, с количества тех людей, которые вы через себя пропускаете, да, когда вы проводите, например, первый раунд собеседования. То есть вы размещаете вакансию, начинают приходить резюме, и вам предстоит, собственно, начать этот отбор проводить, да. Вот как здесь поступить и какое вообще количество достаточно? Я считаю, что значимым таким вот числом здесь является всё-таки то, что больше вот, да, количества людей, которые к вам придёт, с которыми вам предстоит провести разговор, всё-таки это больше десяти, и это не три, и не пять. И давайте мы поговорим о том, почему это важно и что это даёт. Первый момент, который я хочу здесь отметить, это то, что вы, общаясь с каждым новым человеком, вы начинаете лучше понимать себя прежде всего, да. То есть вам с кем комфортно, кто с вами резонирует. Вот, я буду о своей практике рассказывать, а вы переносите её вот на свою жизнь, и тоже какие-то, я думаю, у вас примеры и аналогии, да, полезные появятся. Когда я делала первый раунд, вообще, если говорить про первый бизнес, про туристическую компанию, там сотрудников я принимала по знакомству, поэтому об этом опыте я здесь не рассказываю, да. Но, когда мы переехали в Лондон, открывали визовую компанию, и вот первый раунд собеседований, там я проводила уже, во-первых, много людей, на самом деле, да, через себя пропустила. И очень опыт получила такой вот колоссальный, в том смысле, что кто вообще, с кем вам комфортно, в плане молодые люди это или это девушки. Первого человека, которого я приняла в команду, это был китаец. Ну, конечно, там очень много, да, разных национальностей, там африканские страны, и очень много индусов, китайцы, японцы, очень много из Прибалтики, вот приходили на собеседование такие умные парни, прям такие, да, классического такого склада ума. Вот, но я, допустим, поняла, что мне комфортно и с девушками, и с молодыми людьми. То есть это первое понимание, который вы, вывод, который вы можете сделать. Второй важный момент для меня, например, да, оказывается, проявился в том, что мне важно образование. Почему? Поскольку вот я филолог и лингвист, и, то есть моя первая специальность – это английский язык, да, мне очень легко, когда я вижу, допустим, филолог, да, по специальности человек, когда там иностранные языки, мне очень легко с такими людьми вообще находить общий язык. И, конечно, это гораздо упрощает, да, общение в делах и понимание между вами. Поэтому я прекрасно поняла, что если у меня будет выбор между филологом и нефилологом, конечно, я предпочту первого. Собственно, это потом у меня и воплотилось, да, воплотилось. То есть это мои единомышленники. Вот это второй момент, который я поняла благодаря вот, да, большому количеству людей, которые, с которыми я начала вообще общаться. Третий важный момент для себя, опять-таки, который я извлекла, что те люди, которые в душе предпринимателей, начинающие, да, вот было несколько таких моментов, людей, которые пришли, и у них за плечами несколько, несколько раз они уже открывали бизнес свой, но у них не получилось. И вот в этот момент они попали на собеседование к нам. И вот у меня сложилось впечатление, что такие люди приходят в компанию временно, да, то есть что вот я не могу им, например, полностью вообще довериться, потому что зная себя. Ведь если мы в душе предпринимателей, о чём это говорит? В какую бы страну, да, в какой бы стране мы ни оказались, мы всё равно через какое-то время, адаптировавшись там, да, и поняв правила игры, мы всё равно пойдём своим путём. То есть если мы в душе предпринимателей, мы всё равно откроем свой бизнес, да. Вопрос времени. И поэтому вот здесь для меня это тоже было таким хорошим пониманием сразу. Я не принимаю в свою команду людей с предпринимательской душой. Мне важны сотрудники, да, мне важны профессионалы, эксперты, и вот именно эти люди, которым комфортно в этой роли. А таких людей очень много. И вот наша задача с точки зрения того, что если мы хотим действительно, да, единомышленников легко привлекать, нам важно понять для себя вот эти какие-то отправные точки, да, то есть что для нас очень упрощает вообще задачу в следующий раз, да, в следующий раунд из собеседования. Поэтому обратите вот внимание на эти моменты. И ещё один нюанс, которым я хочу завершить это видео, он опять-таки из практики, но он касается уже, знаете, какой практики, когда мы как консалтинговая компания помогаем компаниям, помогаем другим компаниям формировать отдел продаж. То есть здесь смотрите, какой соблазн у нас возникает. Бывает так, что вначале приходит очень сильный кандидат, да, и он удовлетворяет всем нашим запросам, и есть такой соблазн выбрать его и остановиться на этом. Вот поэтому важно, конечно, продолжить, да, то есть продолжить, договориться с ним. Вот прямо объясни человеку, да, что у нас идёт процесс, да, что вы нам нравитесь, вы нам подходите. У нас процесс идёт две недели, например, да, или какое-то время. У нас ещё столько кандидатов, поэтому мы обязательно с вами свяжемся. Итак, несколько главных рекомендаций о том, как выбирать в свою команду единомышленников. Первое – собеседовать как можно больше людей, особенно когда вы начинаете. Второй момент – во время этих собеседований понимать себя, да, научиться слышать и понимать себя, то есть выделить для себя моменты отправные, которые для вас важны. Третий момент – даже если перед вами сидит лучший подходящий кандидат, несмотря на это, вам важно продолжить этот раунд собеседований, и только после того, как вы поговорите со всеми кандидатами, да, приславшими вам свою заявку, только после этого начать анализ и делать свой выбор. С вами была Ирина Милова. Увидимся в следующем видео.